Я очень рада вас приветствовать на нашем очередном цикле лекций Мы с вами незаметно уже заучиваем следующий дуа, который приходит в суратун-н-намль, муравьи, в 19 аяте Это дуа — мольба о внушении благодарности, то есть чтобы мы были благодарны всем милостям Аллаха, дарованной им Эта дуа тоже один из дуа пророков, одного из великих пророков, мир над ним Как вы думаете, чьё это дуа? Оно начинается со слов Рубь, овзи́عني أن أشكر нعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي Господи, внуши мне быть благодарным за твою милость Внуши мне быть благодарным за твою милость, которую ты оказал мне и моим родителям И совершать праведные деяния, которыми ты будешь доволен Введи меня по своей милости в число своих праведных рабов Как мы видим, многие пророки спрашивали именно это дуа, чтобы Аллах притчислил их к праведным рабам Да, разные варианты пророков, но в основном, да, все ссылаются на одного пророка Именно эта история с муравьихой связана с, да, именно с пророком Сулейманом Алейсалям Чуть ранее этого аята говорится о том, что Сулейман Алейсалям Имел особое такое вот могущество Аллах даровал ему власть над птицами, над животными, над джиннами и над людьми У него было царство Сулейман Алейсалям Когда правил, происходили такие удивительные события, которые не выпали на долю его отца, например Его отец Дауд Алейсалям также был царём Сулейман Алейсалям унаследовал от своего отца пророчества и знания И в результате к его собственным познаниям прибавились познания его отца И именно поэтому Лас Фанаталя подчёркивает в этой суре О Дауде Алейсалям, а затем о Сулеймане Алейсалям И этот пророк Сулейман Алейсалям был счастлив от того, что Господь осенил его такой удивительной милостью И в знак благодарности и признательности за многочисленные милости Аллаха Он говорил, что он был обучен языку птиц И пророк Сулейман Алейсалям понимал язык птиц и других животных И в качестве примера можно привести ещё другие коранические сказания о том Как он беседовал с Удодом, например, внимал словам этой муравьихи, с которой связан этот аят Здесь сказано, как мы видим в начале в аяте, мы увидели предисловие, что здесь идёт И пророк Сулейман Алейсалям улыбнулся, засмеявшись от её слов И он сказал Пророк Сулейман Алейсалям улыбнулся Он засмеялся в таком плане, что не так сильно засмеялся Именно его улыбнула слова муравьихи Потому что он понял язык этой муравьихи И тогда он воззвал к Аллаху Господи, внуши мне, чтобы я всегда благодарил Тебя за Твою милость Твои благодеяния, которые Ты оказал мне и моим родителям И сделай меня таким, чтобы я всегда совершал праведные деяния, которыми Ты доволен И введи меня по своей милости в райскую благодать В числе рабов Твоих праведных Эль Меркулеев также переводит эти слова Он улыбнулся, рассмеявшись от её слов И эта дуа следует У Сулеймана Алейсалям были воины То есть воины из числа джейнов, людей и птиц Они были разделены на боевые порядки Войско пророка Сулеймана Алейсалям было многочисленным и ужасающим В него входили не только люди, но и джинны То есть представьте параллельное поколение То есть параллельное сотворение Аллаха из огня Которые служили Сулеймана Алейсалям Также птицы И Сулеймана Алейсалям не смущала многочисленность его войска И он управлял им самым совершенным образом Его воины были распределены по группам В которых царила высокая дисциплина В любой момент они были готовы отправиться в путь Стройные ряды и его великолепное войско Войско не нарушались ни при перемещениях, ни при остановках Воины Сулеймана Алейсалям действовали согласованно И неукоснительно исполняли все его повеления Они не осмеливались перечить своему пророку И не колебались, когда слышали его приказ У нас есть также другие аяты Например, в 38-й суре тоже говорится о том, что Всевышний Аллах Сухонталя даровал ему такой дар И даже когда он что-то приказывал Есть такие истории, как джины работали без остановки Думая, что он на них смотрит То есть он настолько был властным царем Что его беспрекословно слушались и подчинялись И вот когда они вышли с войском и прибыли в долину муравьев Муравьиха сказала О муравьи, войдите в свои жилища Чтобы Сулейман и его воины не погубили вас Даже не почувствовав этого То есть однажды его такая несметная рать Отправилась в военный поход и прибыла в долину муравьев И когда муравьиха увидела это огромное войско То забеспокоилась за своих сородичей И велела муравьям спрятаться в муравейниках Чтобы Сулейман и его воины не растоптали их На зидание муравьихи дошло до всех остальных муравьев И может быть Всевышний Аллах Субханатали в тот благословенный момент Даровал муравьихе необычайно такой сильный голос Потому что в противном случае Она бы не сумела оповестить всех муравьев в долине А может быть муравьиха предостерегла Только собравшихся вокруг нее муравьев А те в свою очередь стали передавать ее слова друг другу Но в любом случае она предостерегла всех муравьев от опасности И велела им вернуться в муравейник И она сказала о том Насколько огромны и могущественны войско Сулеймана И понимала, что воины святого пророка Алисалям могли затоптать крошечных насекомых Даже не подозревая о том, что происходит у них под ногами И Сулейман Алисалям услышал эти слова И без труда понял их И поэтому это его улыбнуло То есть он удивился тому, что муравьиха заботилась о своих сородичах И как прекрасно она изложила свои мысли А что касается поведения пророка Сулеймана Алисалям То оно явилось примером благонравия и совершенства То есть, во-первых, его позабавило событие Которое действительно заслуживало удивления и внимания А во-вторых, он не рассмеялся во весь род А лишь улыбнулся Именно так поступал Мухаммад, пророк наш, любимый Сулеймана Алисалям Который часто улыбался и не любил громко смеяться Воистину громкий смех и хохот свидетельствуют О легкомыслии и невоспитанности человека Если же человек не улыбается совсем Даже тогда, когда оказывается в таком забавном положении То это является, конечно же, проявлением грубости и высокомерия То есть, такие подобные дурные качества Никоим образом не были присущи Божьим пророкам и посланникам А у них была такая золотая середина Они улыбались именно в соответствии с событиями Пророк Сулейман Алисалям поблагодарил Всевышнего Аллаха Всевышнего Господа за то, что он наделил его Удивительными способностями И тогда он возвал к Аллаху Господи, внуши мне быть благодарным за твою милость Которую ты оказал мне и моим родителям То есть, его родителем был Даут Алисалям Также имел вот такие вот качества и власти Это же действительно милость Аллаха Понимать язык животных, муравьёв, насекомых, птиц На самом деле сейчас, на данный момент живёт такое огромное количество людей Но мы не понимаем язык, например, котят или птиц, которые рядом летают Или, например, клюют где-то Они вроде чирикают, либо милкают, либо гавкают Но мы на самом деле не понимаем, не понимаем этим словам Поэтому, аль-хамду лилля, это действительно было огромной милостью Дарованная Сулеймана Алисалям от Аллаха Субханава Тааля И нам важно также прибегать к Аллаху с этим дуа И спрашивать у Аллаха То есть, если мы рассмотрим доподлинно этот аят 19 То здесь улыбнулся он То есть, засмеявшись То есть, имеется в виду слов муравьи И сказал И вот здесь начинается дуа Именно с этого места То есть, моим родителям Праведное деяние Именно которыми ты доволен То есть, по твоей именно милости Давайте несколько раз повторим, чтобы мы его заучили Субханавра И еще раз. И еще раз. Господи, внуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. И, конечно же, введи нас, меня по своей милости, в число своих праведных рабов. Пусть Аллах Субхану Таля всех нас, тех, кто слушает этот вебинар и просит дуа Аллаха, введет в райские сады, сады блаженства и благодати, в котором будут жить праведники, самые наилучшие рабы Аллаха, видя лик Аллаха. Аллахума. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok